здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами снова я алексей савченко сегодня у нас пятница пятница спецвыпуск сегодня разговариваем снова про книжки в частности про одну книжку автостопом по игровой индустрии потому что мы уже все что можно мы от киберсайда мы уже можно отпраздновали показали изучили обсудили статьи набросали большое спасибо кстати она доехала и постил фоточки вот-вот можно вот я в держу держу в руках вот я очень рад по этому поводу очень крутая обложка лакированный в лакированное название имена авторов очень приятно держать в руках в компании эксмо огромные молодцы выражал спасибо в фейсбуке удобно брать с собой в дорогу не слишком большая не слишком маленькая приятная такая увесистая книжоночка успел перечитать как рассказывал не читаю свои тексты не люблю этого дела но читаю когда выходит для того чтобы уже вот так по результату зафиксировать в принципе принципе достойно то есть как бы я думаю что если вы про такую литературу вам понравится кто прочитал уже тот молодец кто еще не читал тот исправляйтесь под настроение ну или ну его тут уж как пойдет вот но с одной книжкой разобрались надо начинать разговаривать про следующую которая выходит в сентябре в отличие от художественной литературы называется в она и говорил автостопом по игровой индустрии заголовок может слегка меняться обложка сейчас в работе думал что будет на этой неделе будет на следующей понятно что только появится вывешу в фейсбуке а в вот и в чё за книга книга методичка но методичка не не стандартная из области там 10 советов как сделать хорошую игру то есть без всей этой пошлости методичка скорее написано по 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 опыту работы с гостовскими советскими материалами ну в том плане что все все достаточно системно очень много bullet point а сейчас пройдемся поглядим опять же писать такие книги очень сложно потому что как мы много раз говорили очень тяжело универсализировать информацию тяжело делать какие-то вещи которые будут полезны в во всех контекстах то есть вот поэтому поэтому написано то она была достаточно быстро много времени ушло на фидбэк на какой-то сбор обратной связи других рыночных специалистов своих областях и на то чтобы с одной стороны облегчить язык другой стороны для того чтобы создать книгу которая как я пишу послесловие которая может дать читателю некий объем информации который позволит самостоятельно задавать себе вопросы на которые вы уже сможете дать ответы для того чтобы усовершенствовать свою деятельность в работе с играми но чтобы не откладывать слишком далеко давайте давайте наверное приступим как вы как вы знаете я большой любитель работать вот с окнами и с экраном ну вот вот да у нас такое оглавление как видите достаточно приятные шрифты все все строго без всякого без всякой без всякой хламы ну собственно начинается она книги дальше мы движемся по по такой линейной перспективе вот куда лежит ваш путь я считаю что очень важно на старте задать себе некий такой список вопросов который позволит честно понять определенные вещи и потом уже в дальнейшем по ним двигаться вот разбираю в первом в первом в первой части фактор онлайн онлайновая игра или нет я считаю что это вообще в принципе определяющий фактор премиум ли онлайн игру вы собираетесь делать это очень много сильно связано на идеологию будет ли она free-to-play или не будет free-to-play какие платформы качество контента сильные слабые стороны промежуточные итоги этих размышлений сотрудники и роли с которыми будете работать ну и резюмирование главы по структуре компании есть блок который я считаю крайне важным strengv это такая некая типизация по типам разработчиков на рынках есть много таких систем я вот вот тут ввожу такую модель, в которая есть хобби разработка есть индустриально ориентированная продуктовая разработка есть бизнес ориентированная продуктовая разработка основная разница между ними это ориентироваться на индустриальную инфраструктуру на издателей платформы и так далее. Бизнес ориентированный больше на модель с подъемом инвестиций. Сервисно ориентированные разработки полного цикла и промежуточные итоги. Отдельный кусочек, вот вынос Индии или не Индии. Глава на 5 страничек. Мы разбираемся, что такое настоящая Индия. Ну, в прямом смысле этого понимания, а не Индия, это просто там игра новичка. Это совершенно не так. Мы, в принципе, касались этого вопроса где-то на стримах. Кусок про между сформированной идеей и действием, да, то есть, как бы, что происходит. Происходит регистрация компаний, торговых марок. Нужно понять, вот я считаю, важные кусочки про то, что когда вы начинаете этим заниматься, вам предстоит получить другой распорядок жизни. Нужно, в принципе, понимать, что такое хозяйственная деятельность, организацию разработки, про лицензирование технологии инструмента и готовность к внешней деятельности. Готовность, это может заключаться, должна заключаться в целом ряде понятий, связанных как конкретно с вами, как с человеком, там, с навыками, скиллами и с формальностями, такими как, например, в, там, наличие за гранд паспорта и так далее. В такие детали я тоже урываюсь. Вот планирование бизнес-деятельности и итоговое планирование вертикального среза как метод фокусировки входа в процесс разработки. По стадиям это первый, первый такой заход в планирование, да, то есть при продакшн, производство прототипа, альфа-версия вертикального среза, бета-версия вертикального среза, вертикальный срез, выводы раздел. После того, как заключается этот этап, да, то есть, как бы, который, в общем-то, о том, как проводить самый базовый первый этап при продакшна и входить в готовность работать с компанией, у нас раздел о производстве, производство понятия линейные, честно говоря, не сильно отличающиеся по своим принципам в любой из индустрий, с точки зрения производственных процессов, производственных линий, в контроле, методик управления и так далее. Разбито все по удобным блокам, организация рабочей среды, физическая софтварная коммуникация и взаимодействие, постановка производственных процессов, пайплайны, основные принципы методологии управления, в блок про анатомию игровых фичей, игровых сущностей, как правильно декомпозировать, алгоритм работы с задачами, пример производства разнообразных игровых компонентов, ключевые игровые элементы и по типу компонентам отдельный разбор. Интеграционные процессы работы с билдами, потому что это процесс, существующий параллельно с производством отдельных фичей, состав команды, типовая интеграция, тестирование билдов, взаимодействие фидбэки, а в стадии разработки предварительного производства, это процесс сдачи стадии прототип вертикальный срез, линейное производство, альфа-версия, бета-версия, релиз-кандидат, мы там также разбираемся, что их может быть больше и меньше, но это такое вот по основным понятиям. Особенности работы с движками, как вы понимаете, я не мог не описать этот момент, а старался быть объективным, что есть на рынке, как правильно выбирать движок, как движок повлияет на производственные процессы, преимущество варианта лицензирования. Вот, дальше у нас блок по бизнес-девелопменту, коммуникациям и пиару, внутренним пиаром, который проводят студии, первые шаги, поиск издателя, разговоры, как разделяются по типу и по специфике разговор с издателем и с фондом, налаживание связи и назначение последующих встреч, где брать контакты, как правильно готовить письма, выходить на связь, как правильно назначать встречи, как устроены выставки, как в них принимать участие. Такой получился забавный раздел, потому что писалось все это до ковида, ну, я надеюсь, что у нас все еще вернется. И, в принципе, там очень много полезной информации с точки зрения именно этикета, инфраструктуры, структуры, как планировать поездки, прочие полезные советы, связанные конкретно с этим блоком. Вот, поддержка, коммуникация, продолжение жизни после игровых шоу, потому что многие, кстати, очень сильно, как это называется, расстраиваются, когда им сразу не отвечают. Но тут мы тоже разбираем про основы коммуникации с западными контрагентами, в первую очередь, тактические шаги и меры, что происходит в это время с производством, которое не должно останавливаться в ожидании ответа с издателями. Очень важная глава, на что обращать внимание, в договорах, в отдельное кудос и спасибо в лесе, которая сильно помогла в этом моменте и в... которая лучше меня разбирается, кстати, в этой штуковине. И общее правило поведения в бизнес-девелопменте, это как бы моя такая... Если хотите прихоть, там я в этой главе собрал все, что связано со спецификой коммуникации, каким-то базовым этикетом, сложившимися традициями общения там и так далее. И дальше у нас достаточно интересный раздел, к которому вся книга ведет. Он описывает идеальное взаимодействие от питча до выхода игры на основе всего того, что мы обсуждаем в книге предварительно до этого. То есть вот, это вот питч, базовое взаимодействие, начало производства, начало разработка прототипа, вертикального среза, подготовка к вертикальному срезу, производство вертикального среза, утверждение производства, производство релиз-кандидат, релиз-продукты. Все это описывается в базовом примере взаимодействия с создателем, с индустриальным партнером, наверное, в первую очередь, с поправками на возможности работы с фондом и самостоятельной разработки. Ну и дальше у нас, что происходит после релиза, потому что с некоторыми продуктами жизнь там только начинается, это бизнес-перспективы, продукты, структуры. Вот эта структура, эта мифическая штуковина, это про то, как может и будет меняться компания после релиза в зависимости от его успешности, к чему нужно быть готовым. Ну и там такое лирическое послесловие, в котором я, как всегда, развожу сопли о том, что какие все молодцы и как всем нужно делать игры и как все будет хорошо. Вот. Потому что человек я эмоциональный, когда что-то заканчиваю, как бы мне хочется сказать что-то хорошее. То есть дальше у нас, ну, в общем-то, введение. Вот я тут тоже сразу хотел бы сказать отдельное спасибо, уже заговорили, вот Полисе. Отдельное спасибо Саше Щербакову, который традиционно вычитывает очень многие мои тексты уже 15 лет. А после того, как мы познакомились, он был моим редактором в «Стране игр». Олесе за помощь вот в специфике мобильной разработки и бизнес-процессах. Огромное спасибо Андрею Белецкому, который, кстати, пишет, как это называется, аннотацию книги, да, то есть как бы вот. И который дал очень, серию очень глубоких, глубоких системных фидбэков с точки зрения в первую очередь работы с большими компаниями и работы, работы с системными процессами. Вот. И также большое спасибо Константину Жукову из Saragas Games за комментарии и предложения в разделах по организации среды разработки и техническом пайплайне. Костя большой специалист в работе СТО, и его инпут был предельно важен. Ну, поэль, традиционно, моим индустриальным друзьям, благодаря которым я, в общем-то, сложился, как я считаю, как специалист во многом, это Андрей Путшибякин, Артем Гиргер, Роман Лещенко, Алиса Чумаченко, Никита Владимировна, Евгений Малей и многим-многим другим. Во всем, с кем этот карьерный путь развивался и продолжался. Вот. Мы не будем читать книгу, понятное дело. Можете посмотреть, вот оно все, оно все структурировано с такими выносами, все разбито на буллеты, все разбито на списки. Никакой воды, я серьезно, я вот все такими, знаете, последовательными алгоритмами, если непонятно сноски, если нужно расшифровать, расшифровываем. Небольшие таксономические вещи с описанием простым языком, что делают все профессии там в игровых индустриях, вот такие вот вставочки с примерами, примеров много, они доступны, достаточно, ну и таким образом, ну вот там вот, не знаю, можно полистать чуть-чуть, чтобы понять примерно структуру того, как это сделано и как это работает. Книга может показаться немножко, как это правильно, немножко плотной, я думаю, правильное слово, вот, ну и короче там 300 страниц, страниц вот такого вот добра. Немножко плотной, но еще раз, я в, очень не люблю воду, а в, особенно в подобных историях, поэтому, поэтому да, то есть как бы там, так вот, знаете, тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут, то есть как бы, что делать, что не делать, куда смотреть, куда не смотреть. Вот отдельный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что в книге местами может показаться, и я знаю, что на это будут обращать внимание, о том, что некоторые процессы описаны в разном контексте, ну, как бы, как повторение. Во-первых, ну, это такая западная традиция методологической литературы, да, то есть как бы, некоторые вещи описываются несколько раз, чтобы они закрепились, но тут дело даже не в этом. Дело в том, что вот в книге есть как минимум три участка, где описывается один и тот же процесс, но постоянно с большим количеством компонентов. Первое, это когда вы планируете, планируете на при продакшене в, ну, собственно, само производство и пишете документацию, потом, когда вы проводите корректировку планирования и планируете в рамках самого производства и ходите по петлям производства, и в конце этого тот самый идеальный вариант взаимодействия, в котором вы по этим стадиям ходите по еще одной внутренней итерации на каждой из стадий, которая заключается в том, что вы приносите билд, его смотрят, вам дают фидбэк, вы получаете фидбэк от QA, вы получаете фидбэк от тестировщика, все это вводите снова, утверждаете, гринлайтите, намолить, повторить. Это как бы не повторение, дело в том, что в правильно построенных процессах так и будет все работать. И как я и говорил, очень часто вы будете сталкиваться с ситуацией, я реально готовил бы себя к ней, о том, что вы можете игру на подготовительной стадии доработать вот до вертикального среза, и он как бы готов. Но когда вы придете к издателю, будет выглядеть все так, что при том, что продали-то вы вертикальный срез, вам теперь нужно его еще раз как бы разработать или доразработать и утвердить, но уже по процедурам издателя. И это абсолютно нормальное положение вещей. Чего еще интересно, если я и разбираю какой-то главный философский вопрос, но не философский, а такой любопытный, который касается разработки игр вообще всех творческих процессов, это то, что все вещи, многие вещи и в планировании, и в разработке происходят одновременно как последовательно, так и одновременно. А вот как бы это парадоксально не звучало и квантово, но так и есть. Очень часто вы оказываетесь в ситуации, в которую вам нужно сначала полностью представить, потом декомпозировать, запустить процесс и не переставать представлять. Это как случившуюся сущность. Таким образом, вы местами опасно для психики заигрываете с понятием пространственно-временного континуума, но только так делаются хорошие игры. Вот. По планам, да, ждем обложку, ждем докорректировку названия со стороны бомборы. До конца августа вроде бы все это заканчиваем, планируем, ну и в сентябре хотим выйти и, в общем-то, чтобы все получили возможность это прочитать, посмотреть, всякому научиться. В аннотации Андрей хорошо сказал, я считаю, что это, Белецкий, он же такой еще, он там, дружба-дружба, а как считает, так и напишет, за что я его очень люблю и ценю, и как специалиста, и как товарища. То есть, человек как-то не присахаривает. Ну, совершенно правильно сказал, то, что в книге есть определенный субъективизм, как и в любой книге, и это в правильном смысле путеводитель, который рассматривает ряд процессов через уникальную призму восприятия конкретного автора. То есть, исходя из этого, могу сказать, что, наверное, книга будет полезнее всего для тех, кто делает премиум игры на ПК и планирует работать с издателем. Я очень старался сделать так, чтобы в ней нашли для себя много полезного и те, кто занимается мобильной разработкой, например, фри-то-плей историями. Но, ну, понятно, что есть определенные, опять же, и опыты, и приоритеты, и это все написано с участием личного опыта. Чего еще интересно сказать, о том, что я очень надеюсь, что это будет первое издание, потому что я предельно четко знаю, как ее расширять. Книга менялась в процессе. Если я, если она зайдет, если она окажется полезной, то я буду писать расширенное второе издание, в котором будут как минимум там ряд справочной информации по поводу существующих выставок, издателей, разработчиков на рынке, там, каких-то полезных инициатив, и, наверное, какое-то количество приглашенных статей, наверное, там, штук 5-10 от индустриальных экспертов. И, в принципе, это можно делать каждый год. потому что я очень давно мечтаю, я когда начал заниматься вообще в Англии литературной деятельностью, одна из первых книг, которая очень сильно добавила мне мотивации, это была большая красная книгулина под названием Авторс Хэндбук 2018. То есть, это книга, которая выходит каждый год и которая состоит из большого количества полезной справочной информации в каталога всех книжных агентов, книжных издателей и какого количества статей успешных авторов для молодых авторов. И мне кажется, что такая книга нужна, в общем-то, и игровой индустрии. Ее особенность в том, что ее нужно делать обязательно, она подходит только под локальные рынки. То есть, ее нужно делать для конкретно вот этого комьюнити. То есть, ее на Worldwide, мне кажется, ее не напишешь особо, потому что индустрия еще до этого не доросла. Ну, вот мне хотелось бы, наверное, такое вот как-то делать. Вот, ну, посмотрим. То есть, как бы, если получится просто прикольная фан-книгулина, которая помогла многим ответить, там, как я обычно говорю, там, из 100 вопросов на 10 и это сэкономило какие-то нервы и ошибки, это тоже результат. Будет определенный фидбэк, будем корректироваться. Ну, я напомню, наша печатная пюро и газета «Правда» пишет обычно в режиме в методичка-художка, методичка-художка, поэтому мы сейчас напишем триллерок, а потом следующая методичка будет как раз вот после того, как будет собран весь фидбэк. Вот, примерно вот так. Давайте же посмотрим на вопросы. Слава Кейнка, когда свою книгу читаешь, отделяешь себя от автора? Если да, то как? Очень стараюсь. Очень сильно помогает делать длительную паузу и долго не читать свой текст. Дается это с большим трудом, потому что ну, нужно вычитывать, как бы. То есть, это нужно pipeline, собственно, сам это тоже правильно разделять. Я книжку смотрел, когда ее прислали после перевода. Просил друзей тоже смотреть. Глубоко не лез. В комментарии. Ну, и вот прочитал по итогу. Получилось ли как-то себя отстранить в сторону? Ну, да, наверное. Я получил удовольствие. В принципе, я вот так-то полистал. То есть, как бы, местами понятно, что я какие-то моменты немножко пролистывал, которые прям совсем вот были сложными. Что-то читал там целостно. Ну, неплохо. Хорошая. Хорошая книжка, я мне, ну, мы про киберсайт, да, то есть, как бы, я очень противоречивые фидбэки получаю. Кто-то говорит, что, ну, чтиво. Кто-то говорит, зачем ты он городецкий. Евгений говорит, зачем ты, говорит, называешь это чтивом, это же вполне себе антиутопия. Ну, я просто не хочу на серьезных щах защищать эту концепцию. Кто-то в этом увидит то, что там планировалось, ну, и классно. То есть, как бы, кто-то прочитает просто в удовольствие, и, как мы и говорили, там, и не всковырнет, там, и там 30% того, что там заложено. Ну, и получилось тоже хорошо, собственно говоря. А Константин Галаев говорил, черт языка, это почитаю, спасибо. Очень интересно будет послушать мнение потом. Слава Смирнову, я бы хотел послушать, как ты будешь рассказывать 10 советов о том, как сделать хорошую игру. Ну, это не реалистично абсолютно, но мы же говорили о том, что, вот это вот, обобщение вообще мать грехов, я считаю. И на обобщении строятся, в общем-то, все негативные общественные стереотипы, если так разобраться. Вот, по разным признакам. То есть, вот, ну, какие могут быть 10 советов? Ну, это такая же совсем уже Тони Робинсовщина. Она, кстати, нужна. Многие там смеются, там, типа, по этому поводу, но такие чуваки, как Тони Робинсон, тоже нужны. Они такие задиратели мотивации, которые прям, дело хорошо, хорошо будет. Но это же правильная сентенсия. Ну, то есть, правильная сентенсия. То есть, вот, но, но, я говорил, да, то есть, как бы, я считаю, что серебряных пуль не существует. Это очень опасное заблуждение считать, что они есть, которое очень сильно замедляет рост. И, если что-то и нужно преподавать в первую очередь, у нас-то принятый геймдизайн, да? У нас учат людей, типа, творческими. Знаете, вот, вот, преподавание, вот, настолько много внимания преподаванию к геймдизайну, это как если бы в книгах учили бы придумывать. Это как если бы все книжные курсы были бы не про то, как писать, а про то, как придумать идею хорошей книги. А потом там ее как-то там, не знаю, выражать. Ну, то есть, как бы, курсы, курсы творческих людей. Но, это, это странновато, ну, честно говоря, потому что я считаю, что в первую очередь нужно, нужно учить производственной культуре. И вообще производству, и пониманию на уровне разнообразных аналогий, нужно объяснять людям, что, совершенно разным людям, и в индустрии, и вне индустрии. То есть, нужно сопоставлять словари. То есть, нужно вот, для того, чтобы формировать, например, платформу диалога с людьми вне индустрии, да, нужно отдавать себе отчет, им объяснять, что бизнес-девелопмент, там, вот эти все умные, выдуманные слова, ну, это внешнеэкономическая деятельность компании. То есть, и развитие бизнеса, да, то есть, как бы, это вот такие вещи. О том, что производство, и базовые, важные принципы, принципы линейного производства, компьютерной игры, не сильно отличаются от принципов дедушки Форда, который машины строил. Об этом тоже надо говорить. Понятно, что все это адаптируется на производство продуктов, ну, нематериальных продуктов, да, то есть, как бы, в интеллектуальной собственности. Но, но это, это, это такие вот вещи, которые, понимаете, вот, если, если сравнивать с реальным производством, там, и с конвейером, например, ну, который pipeline, это конвейер, то, там же есть там вещи, которые такие вот, вплоть до, там, не знаю, техники безопасности, да, вот, вот, а какие-то вот штуковины из области системы хранения версий, о которых мы периодически говорим, или, или там, не знаю, когда ты строишь физическую среду, если это офис, и если это место, в котором, извините, иногда электричество рубят, нужно бесперебойники покупать, ну, это как техника безопасности, но об этом никто не говорит, потому что, понимаете, почему, потому что это не круто, потому что круто говорить о том, что, эй, парень, вот был один разработчик ночь, он придумал игру про кубики Майнкрафт, и теперь он миллиардер, хочешь на войну, форму дадим, женщины любить будут, красавчиком будешь, вот, вот это вот, это, знаете, такой уровень пропаганды, ну, то есть, а когда ты людям говоришь, что, а нужно говорить о том, что, типа, нет, нет, стопай, секундочку, разработка игр, это карьера, это карьерная лестница, либо это предпринимательство, это, в общем-то, тяжело, почетно, там, забористо, но интересно, у этого есть свой уровень культуры, уровень ожиданий, уровень инфраструктуры, то есть, как бы, есть там свои какие-то отраслевые особенности, да, то есть, как бы, это вот, вот такие вещи, мне кажется, вот тогда будет типа ок, потому что, честно говоря, вот, ну, при том, что, как вы, как вы видите, я, мы, мы именно, ну, мы очень excited, и очень много крутых игр сейчас на анрилии, и на конкурсе, и вообще, и в целом, да, то есть, как бы, но вот эти вот совсем базовые проблемы, они очень жестко гложат, вот они очень жестко гложат, видно там, как талантливые люди, вместо того, чтобы делать какой-то базовый кор, и последовательно разрабатывают игру, вбрасывают 80% ресурсов, усилий, своих каких-то, своей мотивацией, в какие-то 2-3 уберфичи, которые самостоятельно никогда работать не будут, но это потому, что вот такой информационный фон, а почему такой информационный фон, ну, потому что надо же тоже еще и продавать, в том числе, понимаете, очень тяжело заманить на курсы людей, посредством объяснения им того, что им нужно будет потратить там 10 лет на то, чтобы стать профессиональным инженером, в этой работе, выстроить там карьеру, или тяжело заманить людей на курсы, на которых, то есть там, на которых там объясняется о том, что вот там, вот мы говорили там про левел дизайн, и гейм дизайн, и про продюсеров, и там креативных директоров, ну, простите, индустрия на западе уже устаканилась таким образом, что чтобы стать реально крутым, креативным директором, нужно потратить 12-15 лет своей карьеры, начиная с условного какого-нибудь там или QI, или младшего гейм дизайнера, потом гейм дизайнер, потом линейный дизайнер, потом, ну, это если мы говорим о карьере, потом линейный дизайнер, потом там типа помощник старшего дизайнера, в старший дизайнер, возможно, если это крупная компания, Линейный продюсер, продюсер В креативный директор Или продюсер направления Ну то есть вот нужно, ну и на каждую должность Сколько надо там, ну год, два, три То есть как бы да, да, это вот Вот все так, ну типа И именно так эта история и работает А если вы предприниматель, да, конечно Вам может повезти с первого раза Но если вы учитесь на лету И укладываете рельсы перед поездом То Как бы Вы сделаете 10 игр И потом одна выйдет Мы, кстати, с Яворским сегодня разговаривали по этому поводу При том, что казаки сразу выстрелили И получилось круто То есть все говорят, что вот компания GDC Это в свое время компания чудо такого, да То есть как бы все знают GDC, все знают казаки и сталкер Вот сейчас никто Не говорит о том, что GDC сделала Наверное штук 15 игр Из которых Там, не знаю Еще там стратегии Там стратегический отдел делал большое количество Александр, Герои Уничтожных Империй Казаков было Первые, вторые По три аддона Там на каждого И каждый из них там по-своему отличался И был отдел вот типа экшенов, шутеров И все знают сталкер Мало кто помнит вином Практически никто не помнит Фаерстартер И И хаверрейс При этом Когда GDC делала Вот эту всю историю Все ставки были на хаверрейс Который был как бы Вайпаут И там еще были ультрамодные На тот момент Электронные исполнители Дэдушки Которые в саундтреке были Все думали, что вот эта игра запрет А в итоге После винома Оказалось, что это сталкер Ведут определенных событий То есть это все Это все Ну как бы непросто И надо говорить о том, что это непросто Но круто Ну то есть тогда как бы будет И отношение, мне кажется Соответствующим Ну потому что вот это вот Хочешь войти, где платят доллары Ну типа короче Ну и что получится в итоге Огромное количество Количество низкопрофильных курсов Которые выпустили 20 тысяч Недоподготовленных Кьюа инженеров Ну класс Ну давайте воронки такие строить И по дороге ломать еще В 19500 Человеческих судеб То есть оставляя 500 Там То есть это такая спарта Честно говоря Ну это вот спарта То есть там Там 19 тысяч со скалы Тысяча, которая осталась Пойдет дальше То есть как бы Ну такое Так себе Вот Поэтому Поэтому Хочется писать Вдумчивые, правильные материалы И готовить Хорошие, правильные, вдумчивые Образовательные программы И модули То есть и работать с этим Серьезно А не на коленке Потому что знаете Карьерный выбор И подталкивание человека В ту или иную Карьерную сторону Это на самом деле Ответственность И ответственность Ну серьезная То есть как бы Хотелось бы Что все, кто делает То ответственность Как-то воспринимали Киркленки Hey all Have a great summer evening My Russian still sucks Well I mean Kirk You're visiting so often I mean Like that you can easily improve But she's listening to us Anyway Thank you for visiting Mark Marker Считаю, что Это должна быть Настольная книга Каждого индюка Да и в больших конторах Это бы крайне не помешало Ну Женя читал книгу Да Большое спасибо За Ну Рецензию И за теплые слова То есть как бы То есть Ну да Я старался Делать настольный хэндбук То есть В этом смысле В этом смысле Да Там очень много рецептов Там очень много Таких блоков Которых Знаете Мы не рассказываем Из области Ну давайте сядем И поговорим О том Как вы хотите Там такое Там Нет Там написано Что тебе там такое Давайте сейчас Перед тем как будем разворачивать Вот тебе там Майндмэп То есть там Майндмэп В котором ты Готовишь документы Подаешься Две недели ожидаешь Потом снова пишешь Потом снова ожидаешь Потом вы разговариваете Потом созвон Потом встреча Д-д-д-д-д-д-д-д- Представляете Вот эти вот эти документы Ждете Вот так строите Ротшоу То есть там Через стрелочку Это все написано И так далее Точно так же Про компоненты Точно так же Про производственные элементы Ну и так далее Ну то есть вот Ну как-то Такая тема Евгений Неверов Будет ли сразу Электронная версия Ну думаю да Бомбор вообще Обычно выпускает Электронную версию Чуть-чуть раньше Чем В Бумажную То есть Может быть здесь Одновременно быть Я не знаю Но мне кажется Что она выйдет Немножко до Даже То есть тут надо Обручево Спрашивать И вот Григорий Родовильский Сноски нужны Сноски есть Но есть и сноски И выносы И со сносками Тоже было тяжело Собирались С одной стороны Не переборщить С другой стороны Как бы и мало Тоже Ну нет Поэтому Там получилось как Добавлено Несколько разделов Которые в начале Книги описывают Основные роли И понятия Ну прям Разделы Да То есть вот Как в договорах Там терминология По поводу основных вещей И сноски есть там Где нужны сноски Вот Остановились в принципе На таком Моменте Дмитрий Филатов Купон на скидку Будет разыгрываться Не знаю Я честно говоря Не думал об этом Надо вот Придумать что-нибудь С бомборой С обручем Там и так далее Если у них есть Какие-то такие Инструменты скидочные Я бы их с удовольствием Разыгрывал Направо и налево И вообще А Григорий Довицкий Киберсайд И сноски Чтобы тем Кто вне контекста Легче было Жалься Я Это тоже Ну это Это вот Проблема Моя как автора Наверное Самая большая Это попытка Свести Свести Язык И словари То есть как бы Вот Вот как-то Так наверное На переводе Кстати многое Там еще упростили То есть поэтому Я книжку упростил Поэтому простите Пожалуйста Но я Я дальше уже Не мог ее убивать Потому что это было бы Атмосферным киллером То есть как бы Со своей стороны Я надеюсь Что может быть Кто-то будет читать Пойдет Прочитает В гугле Слово новое Знает Тоже прикольно Вопрос Как ты пишешь Такие потоки текста С такой скоростью Мне например Довольно сложно Несмотря на то Что говорить я могу часами Вполне могу усилить Подкаст часа на три С ровной подачей Это вопрос дисциплины И привычки Но честно говоря Там не такая уж и скорость А в киверсайте Написал в 2017-18 году На английском языке Потом я его пристраивал Потом работал Там отчасти с русским текстом При этом писал Какое-то количество статей В 19-м За год я написал Автостопом Но методологические тексты Писать сильно проще Чем художку В этом смысле Ну там по поточности Там и так далее Но вообще это вопрос дисциплины Ну то есть Ты просто Приучаешь себе писать Не менее пяти тысяч Ну ты как Когда ты начинаешь Любой процесс Ты садишься и такой Пишешь страницу реально Там разгоняешь руки Там каждый день Пишешь чуть-чуть больше Пишешь две Пишешь пять Когда тебе прет Пишешь десять Когда тебя Вообще там Урывает Что после чего Сидишь и такой То есть как бы Или лежишь Вообще встать не можешь Что Ну у меня рекорд Абсолютный Я наверное Написал где-то Где-то наверное Странится Чуть больше двадцати в день Ну двадцать Или двадцать семь в день То есть как бы Ну меня просто протащило Вот я сел И я целый день писал Вот Но Но вообще в целом Это Это кстати плохо Когда ты так Врываешься Потому что это рубит Стамину потом И потом ты пишешь меньше И потом тяжело Психологически Вообще Самый жир Это когда ты Вот у тебя есть некий план И ты в день Пишешь Четко Какую-то свою выработку Плюс-минус Там тысяча знаков То есть как бы Тогда вот Системность и рутина Она очень сильно Плюс дисциплина Она формирует результат То есть в этом отношении Ну и это как Если ты знаешь О чем писать То есть вот Тут как бы Как бы такое Если надо Что-то придумывать В процессе То с художественными текстами Там проблема в том Что ты пишешь 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 Если ты вдруг встал Ну там можно поймать Жесткий стоппер Прям Вот Ну В смысле это элементарно Когда у тебя вдруг Там нарушилась в голове Как-то структура И ты понимаешь Что Ты поймал Какой-то парадокс Или диссонанс Там между Миром Который ты описываешь И нет Так быть не может И у тебя какой-то Внутренний конфликт Ты можешь там идти И ходить Две-три-четыре недели И И просто Ну там Не в состоянии продолжить Пока ты не решишь Эту загвоздку Я знаю Что есть авторы Которые могут Типа такие А ну оставлю на потом И пишет дальше Ну типа художественный текст Я так вообще не могу Ну то есть для меня Для меня написание Художественной литературы Это абсолютно линейный процесс И при этом Я применяю Все уловки Для того Чтобы Себя Ну не спотыкаться То есть Я отключаю Там автокоррект Я никогда не перечитываю Только что написанный текст Я пишу Только вперед Не оглядывайся Назад Я не Ну короче Вот все вот эти вот вещи Которые призваны Сделать так Чтобы ты именно Сделал выгонку Типа основной истории Правки там потом Будут Но все равно Ловишь Ловишь штоппер Ловишь штоппер Как бы это происходит Виталий Климачев Привет Только подключился Где скачать литературу А в Ну Киберсайт Книжка вышла Ее можно Я там почу Периодически Наверное там Еще раз започу А вот Автостопом Выходит В сентябре Электронная версия Наверное Чуть раньше И полная Выходит Ну В сентябре То есть как бы точности Скажет там дальше Слава Смирнову Именно поэтому Это была шутка Про 10 советов Именно интересно Как именно ты Как именно ты Переборишь себя Для такой серебряной пули Если вдруг когда-то Никогда нет Я не могу Я начинаю Я даже разговаривать По-другому начинаю То есть Меня когда начинают Спрашивать По этому поводу С меня очень орут Коллеги мои На выставках Ну там И друзья Лесер ржет Малеев ржет Постоянно с меня По этому поводу Ну типа Когда Когда меня пытаются На выставке Поймать И начать Спрашивать По поводу Ежеминутного Семинутного Решения Вот этой вот Конкретной штуки Прямо сейчас В одну фразу Они говорят Ты меняешься в лице И начинаешь Говоря Говоря уходить Одновременно От этих людей Ну вот Ну да Но я Я не могу Я считаю Что Я считаю Осторожно К советам подходить То есть Я считаю Что Советы Такое дело Страна советов Плохое Плохая история Советы Можно давать Только мне Контекстуально И с большим Количеством Оговорок Ну как И фидбэке То есть Вот Поэтому Ну как Как можно Посоветовать Человеку Как сделать Его игру Не погрузившись В контекст Его игры Ну это же Глупость Какая-то Ну в смысле Что Вы думаете Правда Где-то Есть такая Тема Про то Что Кто-то Посмотрит На вашу Игру И скажет Вам Типа Поменяйте Цвет На 15% Контрастность А тут Увеличьте Скорость На 20% И это Все Заиграет Новыми Красками Нет Такой Экспертиз на рынке И быть не может Для того Чтобы дать Прям подробный Суперкрутой Фидбэк Нужно Брать игру Играть Смотреть Читать Все документы Разговаривать Интервьюировать Абсолютно Всю команду Проводить Полный Ресерч После этого Предлагать 2-3 варианта Развития Событий Это может Делать Только Профессиональный Продюсер Желательно Со стороны Издателя Который Знает Как это Встроить В линейку Ну Как-то Музыкантом Да Да Женя Есть такие Мне кстати Интересно Потому что Про музыку Это вообще Как-то смешно Звучит Ну В смысле Такого Не бывает Григорий Рудовильский 10-15 лет При том Что Цикл Производства GTA Сколько лет Как в анекдоте Как ты Как ты стал Продюсером Предыдущий Умер Ну Вы будете Смеяться Но во многих Западных Компаниях Именно Ну Трипл А Компаниях Которые Вот Большие Уже При этом Ну Есть же Выслуга лет Ну Из-за того Что Процессы Длинные Ну Как Советских Заводах Ну Типа Как В армии То есть Ты Реально Тебя не повысят Пока Ты там Ну Не получишь Какой-то Левел Сеньорити Так называемый А Левел Сеньорити Ты не можешь Получить Там За год Ну В смысле Там Такой Да Вот Ну Да Между майором Полковником Пять лет Там Сынок Давай Работай То есть Это Еще раз Это карьера Все Ну Типа Да Есть определенный Сектор индустрии Ну Не корпоративный И Небольших Компаний То есть Там В которых Там Как-то Очень Либерально Относятся К должностям Их Там Направо Налево Там Раздают И так далее Корп сектор Да Сейчас Ну Типа Там Простите Местами Ну Вообще Это Это Сильно Больше Похоже На государственность И на армию Чем На что-либо Еще Поэтому Да Ну Типа Если Хочется Стать Вот Опять же Спрашивают Там Типа Вот Мне Кстати Мне кажется Дима Филатов Что-то писал Да Да Мы Когда Мы были На На стриме Дима Очень хорошо Сказал Про то Что У нас Проблема В том У нас Нет У нас Проблема С Играми Во многом В том Что Система Роста Людей Внутри Индустрии Построена Таким образом Что Внутри Нее Просто Не Получается Сделать Так Чтобы Возникали Люди Которые Один Конкретный Скилл Там Пилят 10 лет Ну Вот Они Там То Лидами Становятся То Еще Какая Фигня То Есть Как Вот Такого Условного Аниматора Или Техникал Техникал Артиста Который Растет Внутри В Своей Профессии Да То У нас Такого Нет У нас Очень много Аппортунизма В разработке То есть Там Когда Хочу Вот Таким Быть Хочу Я могу Сказать Что У меня В индустрии Должности Менялись Очень По-разному И Несколько Раз Это Происходило На Ровном Месте То Потому Что Что Надо Тебе Должности Повыше А то На Евгений Яхин Я помню Веном И Фаерстартер Да 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 Очень Крутой И Мне Веном Очень Нравился Кстати Веном Был Очень Крутой И Фаерстартер В общем То Тоже Хотя Мы с Олегом Говорили Он Опоздал Со временем Но Там Был Крутой Четырех Руки Чувак С четырьмя Пистолетами То есть Это Был Супер Мега Персонаж Который Был Везде На обложках Он был Классный Марк Марк Очень Хорошее Замечание Про Рост на Западе Ты 15 лет Будешь Копать Ямку И Совершенно Не факт Что Ты Копаешь И Про То Что Просто Так Дамки Никому Не Удается А На Западе Просто В принципе Не очень Любят Людей Которые Любят Срезать Углы Ну В Структурах Потому Что Потому Что Когда Во всей Остальной Системе Нет Нет Так У нас Пауза Сейчас Мы Попробуем Восстановиться Видео Пишется Пишется Ну 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 Давай Подхватись 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 Ну Подхватись же Ну Подхватись Давай Подхватишься reconnected ну ну подхватиться или не подхватиться извините пожалуйста дорогие зрители видео у нас отвалился интернет и мы переподключаемся к видео меня слышно видно я просто не знаю напишите пожалуйста что-нибудь потому что я отвалился и я отвалился вот но если я вернулся я вернулся поэтому буду если стрим подхватился в другом окне я буду бритиш телеком да совершенно верно о но мы там же супер отлично вот потому что если ты начинаешь срезать углы в западной корпорации то все остальные кто работает честно по выслуге лет им как вы можете догадаться это нифига не нравится но то есть и ну там где есть действие там есть противодействие поэтому надо plays by the book в основном евгений городецкий какие события толкнулись stalker даже не противе 1906 год говоришь да нет но я в смысле да слушай на тоже история известная достаточно о том что была была команда в джейси которая занималась экшенами и ну экшен играми в том числе шутерами и и от команда делала с ну веном там фаерстартер там вот все эти игры а потом решили делать 2 вином но как-то что-то с шутоном как-то особо что-то не складывалось и вдруг возникла идея но по-моему там как бы у сережи в насчет того чтобы подключить под эту всю историю не знаю не буду врать не помню у кого возникла идея подключить историю с техногенами катастрофами с этим моментом ну и чернобыль вот чернобыль и это вдруг так и просто все супер сильно расцвело а потом 7 лет разработки да то есть как бы и ну вышло вышло круто евгений яхин надо говорить сразу на входе что скорее всего в геймдеве можно заработать геморрой и глоукому сушно везде есть профессиональные болезни у теннисистов это артрит например то есть да здесь геморроид сидения вполне да и глоукома тоже реально ну да но в смысле это 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 такая же профессия и ремесло и творческая деятельность которые они отличаются от много похожих вот слава смирной слушай но на бешено растущих рынках спарта решает но игры уже не такой рынок может вяр разве что но тоже все еще не по многим причинам лаборейт плиз да ну нет но просто даже если смотреть на этот процесс там условно ну во первых во первых ты вот часть ответа на этот вопрос у тебя внутри игры уже не такой и и и вот ну и игры это все-таки в первую очередь но все равно продуктовая разработка даже те кто начинает делать какой-то аутсорс и на заказ они все равно рано или поздно приходит к идее агрегироваться в кодевелопмент а кодевелопмент быстро прирастает перерастает в разработку с ку на заказ это тоже продуктовая разработка просто под чужой палкой с чужим овнершипом ну типа и в при такой системе и при таком подходе готовить огромное количество по недоквалифицированных кадров это как бы проблема просеивать их тоже проблема никто не хочет брать только с у нас мы мы не настолько структурированы как айти у нас при этом не так работают бюджеты у нас нет понятия бенча как такового то есть как бы все все другое вообще надо перестать сравнивать айти и игры и пытаться экспортировать на подходы из одну из одну другую сторону это бред но условно говоря там какая-нибудь там типа правильно функционирующая галера с грибцами это 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 совсем другая история чем игры потому что ну игровая разработка у нее задачи другие цели другие она развивается в другом настроении игры если вы если вы обратили внимание движется наоборот в минимизацию персонала на одном проекте и компании стараются быть компактнее в целенаправлении сфокусирование все понимают все понимают о том что продуктовые разработки крутой менеджмент а и правильное планирование оно решает ну то есть как бы айти при этом растет папы на другом ну там вот вот айти айти фермы айти компании крупные даже даже продуктовые кстати ну то есть если брать там западный какие то хотя мы поймён что если мы говорим об снг да то есть как будто это все равно это все ну это все о вот с ож Tail development out-става там и так далее то есть вот поэтому не надо не надо смешивать эти вещи и не надо пробовать и подходы которые пробуют идти в подготовке кадр то есть как бы это тоже не очень работает на в вот ну как то так нужно и нужно нужно профессиональное образование профессиональное обучение то есть как бы нужно if если приходят люди и находятся люди, которые проходят какой-то базовый первый просев, над ними надо работать, прям, прям работать. После выхода с любых образовательных инициатив и курс должны быть промежуточные какие-то инструменты, типа там условных, там, бесплатных акселераторов, каких-то там, и возможности сводить люди вместе, площадки, платформы уже оттуда, после акклиматизации люди должны идти в интернатуру, и после интернатур должны идти там куда-то еще дальше. Вот, ну, у меня, у меня такое видение всего этого. В Евгении Вера, отлично, сразу возьму эту бумажную версию, долго ждать, придется на доставку. Ну, да, 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 окей. Дмитрий Филатов, если серьезно, где ты находишь время написать книги? Где я нахожу время на все? Ну, то есть, как бы, ну, я, ну, мне нравится работа, я люблю работу свою, мне вообще нравится вот этот весь движ, и чем больше, как бы, прикольного движения, разных инициатив, интересных историй, возможности как-то там, там, помахаться, там, позарупаться, поделать чего-то, где-то местами поконкурировать, там, по-прикольному, там, подосягать каких-то результатов и так далее, я, я там обычно там. То есть, вот, и мне наоборот, как бы, чем, чем больше движ, тем, тем больше у меня энергии и мотивации, как бы, вот, в эту всю сторону работать. Ну, по распорядку дня, у меня достаточно дисциплинированный распорядок дня, разбитый на рутины. У меня большое спасибо, очень понимающая семья и жена, и ребенок. В этом отношении, ну, все знают, что вот я в 8 часов закрылась, там, двери в комнату, я выйду там поесть один раз, а потом второй раз. И вот с 8 утра, там, до 8, до 6, там, 7 вечера я проработаю. Ну, сейчас в таком режиме, там, он бывал разным. То есть, как бы, что еще? Для меня творческая деятельность, это, это возможность переключиться с системной деятельностью. То есть, вот, у меня мозг так вайрт, что, что, я не могу просто лечь и лежать. Ну, могу Battlefield. Он меня, он меня медитативно отвлекает крайне. Даже Battlefield стал уже такой, единственной игрой, которую я играю, если кто-то слушает последние 5 выпусков. Не, я много игр играю. Но просто Spotlight постоянно. То есть, вот, поэтому, поэтому возможность ввести в список рутин вот такую вот деятельность, тоже вот там, с точки зрения дисциплины, правильно поставленная в процесс, это возможность отвлечься и переключить деятельность в первую очередь. То есть, для меня написание книг, это скорее инструментальный процесс, который помогает мне правильно мыслить. Ну, вот, как-то так. То же самое со стримами, кстати, уже. Ну, то есть, мне нравится то, что у меня есть определенный распорядок на 4 позиции в неделю. Я точно знаю, что я делаю, в какой момент дня. То есть, меня это граундит, в хорошем смысле, в этого слова, то есть, как бы, и помогает всем остальным процессам. То есть, как бы, вот, ну, как-то так. Марк Маркер. Короче, я понял, ничем это ваше писательство книг не отличается от написания музыки, и про стоперы, и про рутину, и про ремесло, и про боязнь белого листа, и прочее, прочее. Буду перекладывать опыт? Да, конечно. Но все творческие процессы в целом похожи. Владимир Обручев, привет. Привет, привет. Иван Бодракевич опоздал, ничего страшного. Копия будет завтра на Ютубе. Григорий Родовильский. Но выслуга лет, это же не опыт. Ну, в смысле, опыт за это время тоже получается, если бюрократия хорошо налажена, и пустого времяпровождения нет. А то будет, как в российском геймдеве после 2008 года, когда на рынке оказались, не знаю, тестеры из Акелы, с шестилетним опытом, без опыта. А на Западе с этим все сильно лучше. Ну, кстати, здесь лучше поставлены процессы с точки зрения фейерсайдов, чеков, индексации, повышений, доступа к разнообразным библиотекам знаний и возможности внутреннего развития. Но при этом, при этом вот этот вот опыт, который имеется в виду, не опыт с точки зрения скилла, конкретно роста тоже, но при этом еще и опыт работы со структурами и внутри структур. Этот опыт тоже очень важен. То есть, как бы, потому что только человек, ну, на определенных, с определенным опытом работы в крупных компаниях, на, ну, не младше определенного возраста, обладает достаточным количеством, например, терпения и порога ожидания для того, чтобы вести дела на том уровне, как от него ожидается в процессе переговоров. Ну, то есть, это приходит же с годами, ну, то есть, такие штуки. И они, как бы, ну, нужны. То есть, на некоторых моментах. Потому что, когда тебе, там, прождите, 22, и ты живешь ночами, и ты, там, по ночам пишешь создателям в мессенджер о том, что, как мой билд посмотрел, успел, успел, что мы переживаем, то есть, как бы, ну, это не помогает. То есть, как бы, и вот это вот знание и понимание в коммуникации, это важный очень элемент, то есть, который вот таким, такой выслугой и формируется. То есть, пониманием мирархии, пониманием специфики, пониманием, простите, вот то, что называется bones прям, вот костей корпоративных, да, пониманием важности алаэсов, методики дистрибуции передвижения информации, пониманием того, как правильно формировать, подавать бюджет, ну, то есть, вот эти все вещи, да, то есть, как бы, без них же тоже особо никуда. Вот, и это, это существенный момент. Вернулся, видно, слышно, видно. Сейчас полчата судорожно проверяла свой коннект. Нет, нет. Дмитрий Филатов, мне нравится, как Илья Карпинский говорит, что делать игры, это бизнес терпил, в смысле, что придется много работать, ошибаться и терпеть. Ну, или он же, что бизнес на играх, это функция во времени. Да, совершенно верно. Илья, мне тоже нравится, как он это говорит, он совершенно прав в этом смысле. Лабиринт быстро доставляет. Если у вас рядом есть пункт выдачи, то им все быстро и недорого. Да, тоже совершенно верно. Должен уходить, как всегда, рад слышать хороших выходных. Слав, давай, хорошего вечера. Ну, то есть, вот такие вот дела. Поэтому, да, там, кстати, там, кстати, вот по поводу процессов, терпения, понимания и уважения бюрократии, потому что, знаете, вот тоже у нас, у нас очень любят слово бюрократии использовать исключительно в негативном смысле. У бюрократии есть функция, не стоит об этом забывать. Правильно выстроенная бюрократия, она очень полезна. То есть, потому что она является fail-self-proof, ну, вот она является методом в снижении хаоса и структурирования процессов. То есть, и правильная бюрократия, она в... Это, да, это больше... Правильный выстроенный, это большой плюс. То есть, опять же, вот там, знаете, как многие не любят такие, говорят такие. Это я ножкой вот так вот делаю, то есть, как бы, вот. Я сегодня выпил много кофе. Меня просто спрашивает Григорий Бродовицкий, у тебя экран сзади колышется, или это спецэффект? Ну, получается, спецэффект. Вот. И говорят, что, типа, о, вот, ну, почему они так много думают, почему, короче, что там можно делать все это время, дураки какие-то там и так далее. Там в это время, там, по правильно выстроенным бюрократическим процессам билд обходит, там, 10 столов для того, чтобы составить правильный чек-лист, который используется на борде для того, чтобы быть в состоянии правильно аргументированно защитить бюджет на данный проект. Но кто же бы там думает? То есть, кто... Все почему-то тоже еще при мнении, что деньги даются сразу и на ровном месте, если игра понравилась какому-то одному человеку. Но, ну, это... Если вы собираетесь работать с крупными и даже средними компаниями, это настолько далеко от правды. Ну, ну, серьезно. То есть, как бы, поймите, что когда вы общаетесь с фондом или с издателем, вы, скорее всего, даже на достаточно высоком уровне общаетесь с человеком, который распределяет чужие деньги. А этот человек, у него есть свои боссы, или боссы, или борда, или кто-то еще, и, поверьте мне, его карьера зависит от того, насколько он обезопасился, рассчитал риски, принял решение и принял, ну, вот, как в какую из сторон двигаться. Если вы думаете, что он просто на... Из-за того, что вы ему понравились, начнет на вас деньги лопатой сыпать, рискуя своей карьерой, ну, простите, вы идиот. Это не так работает. Ну, так, в принципе, не работает. То есть, вот, поэтому, поэтому, да, поэтому все должно проходить раунды квалификации. Все должно проходить раунды проверок, приемок, утверждений, и это займет время. А всем прямым текстом говорю уже, который год никто не верит почему-то. Говорю, что, типа, собираетесь продавать игру после вертикального среза, заложите 9 месяцев, как на маленького, чтобы родился. Ну, потому что и это в доковидном мире. Это когда выставки под боком. То есть, сейчас, наверное, год. Ну, то есть, закладываете какие-то... А как вы это будете делать? Вот тут начинается момент сложных вопросов. У вас команда, команде жрать надо, да? То есть, как бы, будете ли вы принимать жесткое менеджерское решение, вводить команду в гибернацию, и, возможно, там разбегаться для того, чтобы потом сойтись, рискуя потом не собраться? Ну, стрёмно, да? Но деньги же... Хотите ли вы построить процесс таким образом, когда вы берёте первую сумму? Что вы говорите? Мы будем год делать вертикальный срез, а год его продавать. И в это время команда должна продолжать разработку. Но сумма будет в два раза выше. То есть, как бы, есть риск того, что всё-таки не продадите. Он всегда есть. Надо это объяснять инвестору. Не хочется это объяснять, да? Ну, потому что денег же, наверное, с меньшей вероятностью дадут. Но так будет. Так реально будет. То есть, как бы, вот... Хотите схитрить? Хотите такие, типа, вот мы разрабатываем вертикальный срез, а потом пока будем готовы продавать, будем брать контракты. Ну, типа, для того, чтобы на этих контрактах перебиваться, пока, короче, игра продаётся. А если не найдёте? А если будут провесы? А какая у вас... Какая степень резистантности вашей команды на отсутствие зарплаты вовремя и в срок? Ну, вот вы... Вот такие вот штуковины, да? То есть, как бы, возникают из понимания того, что игру нужно продавать год. А, ну, если вы просили миллион, а из-за того, что нужно продавать ещё год, придётся просить теперь два, а вы не можете два, а можете только миллион. Ну, а может, вам стоит игру делать два раза дешевле и два раза меньше для старта, если у вас такие финансовые возможности. Это честный... Это честный подход к вопросу. То есть, вот, и все эти вещи, они... Все эти вопросы надо и задавать, и ставить, и на них правильно, нормально смотреть. А в чат входит словосочетание кассовый разрыв. Да, конечно, входит. Ну, потому что... Потому что, когда... Когда понимание родмэпа, разработки и вывода игры на рынок начинает подразумевать wishful thinking, простите, и вот это вот... Всё обязательно получится в лучшем виде. Нет, всё пойдёт обязательно не так, как вообще запланировано. Но план всё равно надо иметь. То есть, вот тут... Вот как-то так. И подобных вопросов и дилемм много. Ну, и во многом книга призвана как бы даже на уровне сроков расписать и показать, сколько чего, где займёт времени. Потому что... Вот вернёмся к тому, что написал Дима Филатов выше, там, типа, игры — это... Бизнес на играх — это функция во времени. Да, во всех смыслах. То, что сказал Дима Филатов, то, что говорит Илья Карпинский. Да, это совершенно верно. То есть, как бы, поэтому это всё надо понимать, предполагать. И, в принципе, каким-то образом тоже быть в состоянии защитить. Да, понятно. Вот. Так что, такие дела. Ну, вот, собственно, сейчас и проговорили. Если у вас остались какие-то вопросы, то давайте же, ваши вопросы, а если нет, я пойду отдыхать. Вот. Потому что неделька была та ещё, а следующая будет тоже та ещё. А выходные, в общем, не совсем выходные, потому что, да, надо на выставку идти читать лекцию. Вот. Поэтому если нет, то я пошёл. И большое вам спасибо за то, что приходите. По книжке будет держать в курсе, а как и говорил, появится обложка, появятся даты, появится электронная версия, всё это будет в Фейсбуке. И вот до релиза мы ещё обязательно поговорим. Я как минимум хочу что сделать. Я хочу собрать среди индустриального люда какое-то количество отзывов и на основе этих отзывов сделать стрим перед выпуском книги и это почитать всякое. Евгений Городинский говорит, с тебя, на сайте, отдыхать тоже надо, батла сама себе не поиграет. Не поиграет. Вообще, я там достиг определённых результатов и наигранности. Я сейчас, конечно, я... Чтобы вы понимали, я сегодня, когда играл после обеда, я вбежал в толпу противников, забросил дымовую гранату, одного застрелил из основного оружия, второго из второго оружия, поджёг одного граната и двух зарезал. Ну, то есть, это вот этот уровень игры, когда команда тебя, противника, начинает просто избегать. Они начинают смотреть на карте, где ты находишься и пытаются не оказываться где-то там же. То есть, вот. И я, да, я панзербух выкачал до десятого уровня, он у меня сейчас прикольно выглядит. Сейчас я ещё золотые шмоточки на профишенсе детали соберу, соберу себе золотой панзербух и буду вообще просто грозой, грозой всего. Если, кстати, играете, я не знаю, многие задают вопрос в интернете, когда играете за чувака с противотанковой винтовкой, у танка есть три слабых места. Это всё-всё, что сзади. Это пушка, место крепления пушки к танку, ну и гусеницы. И правильный разбор танка с помощью этой винтовки это сначала сбить гусеницу, потом сбить пушку, потом застрелять. Или если он повернулся задом, можно сразу отстреливать в зад. И у этого чувака, которым вы играете, у снайпера, обязательно нужно докупать покупные вот эти вот гаджеты. Один из них, там есть мортира, мортира такая, и есть мини-мины, микромины, тогда всё гораздо лучше. Я сегодня, я сегодня разобрал три танка. И я продолжу. То есть вот, поэтому да, спасибо большое. Всем хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok